Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Райна Дачи. Сегодня я бы хотела поговорить про такое лечебное растение, как чернушка посевная или черный тмин. Или на востоке это растение называют седана. Это растение настолько ценное, но почти неизвестное и забытое. Так вот, оно очень похоже на кунжут или на тмин, но некоторые, конечно, в нашей стране путают его с кунжутом. Но это не так. Это седана или черный тмин. Вот у меня в баночке семянки такие. Вот я поближе покажу. Такие остроконечные семена. Так вот, чернушка – одно из замечательных растений, которые сотворил Бог на земле. Иначе, значит, на латыни это растение называется нигела сатива. Чернушка, как пряное и лекарственное растение, у нас мало кому известно. А между тем, на востоке ее целебные свойства могут использоваться и используются уже давным-давно, более трех тысяч лет. Вера в исключительную силу чернушки защищать человека от болезней была настолько сильна у древних, что даже в усыпальнице фараона Тутанхамона археологи нашли маленькую бутылочку с маслом чернушки. Есть исторические свидетельства того, что возлюбленная Цезаря Клеопатра любила купаться в настое этого растения. А царица Нефертити пользовалась ценным маслом чернушки, как косметическим средством для ухода за кожей лица. Но самую высокую оценку растению целителю дал пророк Мухаммед в одном из своих писаний. Чернушка лечит любую болезнь, кроме смерти. Энергия Солнца в лечебных целях. Нигелосатива, такое научное название этого растения семейства Лютиковых, Излюбленным местом его обитания является страна Востока и Южной Европы. Встречается чернушка и в Европейской части России, на Кавказе, Средней Азии, культивируется на Украине. Период цветения заканчивается появлением коробочек, заполненных как у мака зернышками. Это и есть семена чернушки. По виду они очень похожи на семена другого пряного растения, тмина. Просим не путать. Из семян чернушки путем холодного прессования готовят масло. Ценнейший продукт. Кто был в Турции, наверное, замечали, что там везде продают, стоят, значит, продавцы, отжимают семена черного тмина и масло делают вот этого отжима свежего и продают в маленьких бутылочках. Но наверняка те, кто ездил в Турцию, знаком с этим. Производят его главным образом в Египте, откуда поставляются тим в разные страны. Благотворные климатические условия с большим количеством солнечных лучей в году способствуют накоплению в чернушке множества биологических активных веществ. Враг вирусов и бактерий так называют это растение. Именно эти вещества и обеспечивают чернушке удивительный целебный эффект. Семена растения содержат большое количество полинасыщенных жирных кислот, которые являются стабилизаторами клеточных мембран, оказывают нормализующие действия на холестериновый обмен, а также снижают риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, они стимулируют систему иммунно-логической защиты организма, благотворно влияют на внешний вид кожных покровов, оказывают противовоспалительный эффект. Содержащиеся в масле семена эфирного масла, имеющие приятный запах малины, обладают выраженным бактерицидным и антисептическим действием. Их антиабиотический эффект проявляется в отношении патогенной бактерии и вирусов. Кроме того, в растении обнаружены дубильные и горькие вещества, сапонины, а также небольшие количество витаминов и минералов. В листьях чернушки находится небольшое количество аскорбиновой кислоты. Это ароматное растение борется против бактерий и вирусов и укрепляет иммунитет. В народной медицине семена чернушки применяют в виде чая в качестве желчегонного, мочегонного, слабительного, повышающего лактацию противоглистного средства. Настойку из зрелых семян растения используют в гомеопатии. Маслом чернушки можно также заправлять и салаты или принимать три раза в день по чайной ложке. Для устранения своеобразного вкуса растения масло чернушки выпускают и в виде капсул. Дорогие друзья, об этом растении можно говорить очень много. Восточные люди очень хорошо знают это растение. У нас, конечно, это растение можно купить в восточных лавках, на каких-то базах, где продаются пряности, семена. Я имею в виду, что там тмин, кардамон, другие пряности. Вот с этими пряностями вместе и продают седану. Это, как называют ее, в Средней Азии. Ну вот, дорогие друзья, для чего я вам сделала этот обзор. Просто многие не знают об этом замечательном растении. Я хотела просто донести вам, и наверняка в интернете много информации об этом растении. Просто я сама им пользуюсь, и оно приносит очень большую пользу. Масло, допустим, если где-то что-то заболит, буквально намажешь, и моментально боль уходит. Достаточно съедать 8 зернышек в день, живо прожевывать, и организм, значит, будет защищен от всех невзгод. Ну вот, дорогие друзья, на этом, наверное, я заканчивать буду свой ролик. Он уже и так затянулся. Пожелаю вам здоровья, добра и мира. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok